Планы на сезон озвучило руководство футбольной команды ТЭМП. В этом году они хотят участвовать в четырех турнирах. Основной – третий дивизион Сибири. Следующие по важности – Кубки СФО и России. Межрегиональные соревнования Алтайский клуб уже выигрывал в 2021 году, а вот страна не покорилась. Поэтому планы поскромнее – попасть в 1.64. Алтайский же Кубок клуб хочет использовать как трамплин для новой команды. В этом году организовали молодежную команду ТЭМП-М, где все-таки нашим выпускникам и ребятам школы чуть легче через молодежную команду, через участие в соревнованиях краевых попадать в главную команду. Кстати, о молодежи. В межсезонье в ТЭМПе смотрели кандидатуры сельских спортсменов. По итогам троих человек отобрали на сборы. Но пробиться в команду получилось лишь у одного. Человек, о котором никто никогда не знал, он из Крытманова, он у нас в команде – это Михаил Черкашин. Пацану 18 лет, у него все впереди, у него хорошие данные, есть над чем там работать, он центрального нападающего играет. Это здорово, что все это получилось. В этот раз на сборах ТЭМП сделал ставку на физическую подготовку. Ведь как раз этого аспекта не хватило для стабильности в прошлом году. Некоторые тренировки стали индивидуальными. Это, по словам главного тренера Ивана Старкова, помогло уравнять силы всех футболистов. Не меньше работали и над тактикой. У нас на этот сезон основная игровая схема – это будет 3-4-2-1. Немножко она изменится, добавится один игрок в центральной оси. Соответственно, в одного нападающего мы будем играть. Это не означает, что это будет какая-то оборонительная схема, это атакующая схема. Попробовать ее в полевых условиях спортсмены смогут уже в воскресенье против футбольного клуба «Считы». На первом домашнем матче в рамках третьего дивизиона «Сибири» гостей ждет не только сама игра, но и предматчевая развлекательная программа, которая начнется уже в 4 часа дня. Данил Кузнецов. День с толком.